Для тебя вообще важны деньги? Мне вообще нет. Сколько стоит самое дорогое оружие? Больше миллиончика. Твич даже может это интервью посмотреть. Меня в школе так не учили, я вообще не стучал. У меня в пятом классе 9 до 1 к четверти было. Ты видела, что твой сын делает, смирилась? Я не представляю, сколько у нас будет запикиваний в этом интервью. Оно побьет Моргенстерна точно. Это плохо, наверное. Извините меня. Все будет. Но это не точно. Я хочу прям быть головкой кемерспорта. Форбс Дайджест Привет, друзья. Меня зовут Ярослав Бабушкин и это Форбс Дайджест. Целый день играть в компьютерные игры и зарабатывать миллионы рублей для многих настоящая мечта. И речь не только про тинейджеров. Илон Маск и Марк Цукерберг, например, тоже говорили, что любят порубиться в компьютерные игрушки. Уже ни для кого не секрет, что киберспорт – огромная ниша для бега. Там крутятся миллиарды долларов. И порой миллионерами становятся совсем молодые люди. Рекордный приз был зафиксирован на киберспортивном турнире International 10. И он составил более 40 миллионов долларов. Но разбогатеть в киберспорте могут не только топовые игроки, менеджеры, владельцы команд или разработчики игр, но и стримеры. Для тех, кто не знает, стримеры – это люди, которые преимущественно сидят у себя дома, играют в игры и транслируют, как они играют на аудиторию. Обычно через камеру комментируют, общаются со своими подписчиками, в авторской манере сопереживают игре. И сегодня мы познакомимся с одним из самых богатых и известных стримеров СНГ – Славой Бустером. Настоящее имя Бустера – Вячеслав Леонтьев. Ему 24 года и невероятно набрать популярность он смог именно в пандемию. Одномоментно его стримы на платформе Twitch смотрели более 100 тысяч человек. Это рекорд для сольных стримов России. Его стримы смотрят проигроки и звезды шоу-бизнеса. Иногда в них принимают участие, например, Егор Крид. Прославился Бустер своим ором в прямом эфире. Слабонервным просьба отойти от экранов. Бустер заключает многомиллионные рекламные контракты. У него большое количество подписчиков в социальных сетях. Более 2 миллионов на ютубе, почти 2 миллиона в твиче и почти полтора миллиона в инстаграме. Бустер попал в рейтинг Forbes 30 до 30 2021 года, который, кстати, уже доступен на нашем сайте по ссылке в описании под этим видео. Стример строит большой дом в Подмосковье для своей мамы. 450 квадратных метров. Три этажа. А на нашу съемку приехал на новеньком кабриолете. Ну что, друзья, встречаем звезду стриминга Бустер здесь. Привет! Слава Бебру! Что за тачка? Твоя? Твоя! Моя? Твоя! Ты даришь мне ключи? Да, братанчик. Что я должен буду за это сделать? Поставить лайк на это видео. Ставим лайк, смотрим интервью, давай паркуйся и будем разговаривать. Давай, брат. Классный Мустанг вообще. Спасибо. Грязный какой-то. Ну, он арендованный, брат. Чуть-чуть поцарапал. Мы это уже сняли. ДТП произошло. Заплачь человеку зацараплю. Хорошо. Это не твоя машина? Арендованный, брат. 30 тысяч в сутки стоит такая машина. Ты ее на сколько взял? Четыре дня. Сегодня последний. Чтобы просто насладиться солнечными днями в Москве? Солнечная погода, слушай, это, наверное, значит, единственное, на что я трачу бабки вот так просто тупо. Ну, только летом, потому что в другое время года нет смысла в России. Машины – это твои самые большие траты, да, которые ты делаешь? Можно сказать, это как хобби. У тебя есть свои машины? Нет. То есть сейчас ты уже только на рекламных машинах ездишь? Да, BMW мне дают. Дай бог на здоровье, спасибо вам. А до этого у тебя было много машин? Ты покупал машины? Миги, брат, ты что? У меня была одна Ауди, я ее разыграл. То есть у тебя была одна Ауди, и ты ее разыграл? Да. Между подписчиками. А откуда такая любовь к машинам? Слушай, до самого детства, наверное, я в детстве, знаешь, любил посидеть, так покрутить крышку от кастрюли, типа, как будто руль. То есть, ну, не знаю, мне нравится, прям, прям, в душе лежит, типа, к звуку выхлопа. Как тебе Mustang? Ну, ну, так себе. Ну, в плане езды, конечно, в плане этих характеристик, типа, движения, ну, такое, если не очень комфортно, знаешь, типа. В плане кайфа просто получать удовольствие, кабриолет скинул крышу. Балдеж, конечно, очень круто. Это пятилитровый? Это пятилитровый, ну, баклажка воды такая, я бы сказал, пятилитровая. Это капот. Это сейчас обзор в стиле бустера? Да, стекло, прозрачное, я сам, еле урвал, просто последняя на рынке была. Салон красный? Салон красный, он от стыда покраснел, изначально был белый. Вот, что еще искать? Крыши нет, крали, сегодня машину на ночь поставил с крыши, прихожу, башку снесло у нее. Вообще непонятно. Могу показать, что в багажнике, там затар на шашлычки. О, показывай. Что в багажнике у стримера? Грильница, деревяшки, угли, мяса еще нет? Мяса нет, мяса не у меня, оно бы здесь протухло бы. А что ешь? Свинину все ешь, да? Да и все любое мясо ешь. То есть диеты не какой-то модной у тебя нету, чтобы стримить лучше? Слушай, есть глютен, я не ем. Ну, у меня просто непереносимость. Вот, ну и все в целом. Слав, тебе трудно здесь находиться, когда все вокруг играют, а мы делаем интервью? Ну, поиграть хочется, конечно, но потерпеть можно, я думаю. Я просто заметил, что здесь вокруг все с тобой фотографируются, и ты смотришь на то, что происходит. Слушай, два человека, это не все. Ты, конечно, преувеличил. Почему тебя зовут Бустер? Я, когда готовился, мне ребята объясняли, что Бустеры – это те люди, которые прокачивают свой аккаунт для того, чтобы его продать. То есть они его бустят. Ты тоже планируешь свой аккаунт продать? Нет, вроде, не поэтому. Слушай, там такая ситуация, что, типа, я в 10 классе учился, я начинал качаться, вот, и я пил такую тему, тестостеронную Бустер называлась. Вот, я, короче, девчонке рассказал, я говорю, вот, типа, я пью тестостеронную Бустер, типа, такая тема, она говорит, ну, ты, типа, Бустер. Я говорю, слушай, а звучит неплохо, я реально Бустер. Вот, и все, я поставил себе это никнейм, и вот, 10 класса играл с Бустером. А сколько твой аккаунт стоит? Думал? А-а, я не думал продавать, на самом деле. То есть от миллионов 20 рублей, наверное, такой популярный аккаунт? Не, не, слушай, мне кажется, там только скины стоят, там, я не знаю, ну, такой наценки, я думаю, не будет. Монетизация на Ютубе тебе приносит солидные деньги? Слушай, у меня из моего базара, то есть я обычно по-другому, то есть я, когда добавляю мат и речь, у меня сразу речевые обороты появляются крутые. То есть мат, значит, это то, что меня прям, грубо говоря, разблокирует, так сказать, мой айфон. Вот, мат это прям кайфово, то есть, но, к сожалению, из него желтый знак пролетает. Вот, поэтому особого дохода с монетизацией не получу. У меня парочку роликов всего там, где есть зеленые монеты. Ну, кстати, вот на игровом канале сейчас только одна зеленая, я так понял, потому что новый канал, YouTube еще понял, что это не тот, который на том канале. Он, наверное, не проверяет, просто там уже какой-то алгоритм, наверное, не знаю. Вот, и еще мне не кидают желтые знаки, потому что у меня на Ютубе на игровом прям все зеленые вообще. Слав, можно сказать, что для тебя пандемия была подарком? Слушай, ну как бы это ни звучало, так сказать, ну... Что ли? Ну это, конечно, в плане роста, медийки, это вообще пи*** был, взлет, так сказать. Насколько ты раскачал свои аккаунты? Слушай, ну... Ну давай так, февраль прошлого года, когда все только начиналось, и обозначим тем временем, которое сейчас. Которым сейчас, ну вот мне это, конечно, сложно судить по Ютубу, ну, Ютуб где-то, может, миллион восемьсот залетел, миллион девятьсот. Тебе пришло меньше, чем за год? Да, да, да. Твич где-то миллион четыреста. Ну это по меркам твича это очень много. Ну инста у меня вот именно из, как сказать, из стримеров СНГшных тоже больше всего подписчиков. Из пацанов. У девочек там, конечно, есть контент, который они могут выкладывать, так сказать, в них залетает, растет пи***. Да, и не только растет. Ты про эротические фотографии различные. Ну, бурури, да, выкладываю свои. Кого? Бурури. Бурури? Ну да, это такая... Ты так называешь, что, грудь? Ну и грудь-то в том числе тоже. Заработки начались серьезные тоже в пандемии? Да, да. В пандемии пощупал первые бабки, понюхал, так сказать, и, слава богу, чувствовал запах их. То есть, пока люди сидели на карантине, все смотрели твои стримы? Да, да, да. Какой у тебя рекорд? 120 тысяч? 123 тысячи, если бы ты... 123 тысячи. Это рекорд среди соло-стримеров, да? Ну, среди некоммерческих каналов. Потому что есть студия комментирования, понял? И у них там бывает, конечно, нормально залетает какой-нибудь финал турнира, типа, и так далее. Вот, среди личных каналов персональных, да, это рекорд в СНГ. Ну, у тебя тоже есть такие проекты, когда вы собираетесь, там, условно говоря, в студии. И вот ваш проект Streamhouse. Слушай, мы там просто, у нас был контент, типа, контент-план, вот, и мы старались его соблюдать. Ну, конечно, там уже под конец все пошло, там уже, знаешь, все еле просыпались, реально, не знаешь, как вызовшие были. Вы группой стримеров популярных собрались вместе, чтобы обменяться аудиторией, и у вас при этом были спонсоры на все это событие, как на какой-нибудь футбольный, я не знаю, футбольный чемпионат. Да, да. На две недели. Серьезные доходы принесла такая вот история? Слушай, не. Ну, сколько ты вот лично с этого заработал? Больше, там, миллиона рублей? Я, если честно, даже не знаю. Как? Я вообще лютый. Слушай, да я, ну, немного заработал. То есть, если заработал. Ты к этому относишься как к какому-то своему бизнесу, что я вот такой предприниматель? Вот моя стримерская, это мой офис, и я каждый день туда хожу, как на работу. Не, не, я же говорю, уже нет. Ну, то есть, типа, просто кайфовать хожу. Я просто кайфарик. Киберспортивный. А почему ты не просишь людей тебе донатить? Это же классный, классный вид заработка. Ну, вообще странно, что-то людей просить, знаешь, типа, если речь о материальном идет, то есть, зачем? Чтобы зарабатывать деньги, как-то, как это, зачем? Если денег не заработаешь, знаешь, то есть, типа, и есть другие места, где можно заработать. Ты с Твичом сотрудничаешь на коммерческой основе, они тебе платят деньги? У меня партнерская программа, да. То есть, за то, что ты там играешь, за то, что ты там стримишь, у тебя есть какой-то доход от этого? Да, рекламный доход из этих, как это называется, сапки. Ну, собственно, субсеребшимся. Что, это с подписок? Да, да, с подписчиков. С подписчиков, с просмотров? Нет, подписчики. А ты можешь рассказать? Или на платные. У тебя платные подписчики. А ты можешь рассказать свою структуру доходов? Что тебе сейчас вообще приносит деньги? Слушай, реклама, пока реклама только. Только реклама? Да. Это реклама где? Реклама на Ютюбе? Это реклама в Твиче? Реклама в Ютюб, Твич, чуть-чуть Инстаграм. Сколько стоит купить у тебя рекламный пост? В Инстаграме? Ну, например. Знает, брат, я не помню сейчас. А у тебя кто-то этим занимается? Специальный человек? Да, да, да. У тебя уже есть команда вокруг тебя какая-то? Да, да, да. Ну, а с агентства рекламы. А, то есть ты сотрудничаешь с агентством? Да, да, да. На каких-то процентах? То есть, типа, 70 на 30? Примерно так? Какой у тебя был самый жирный месяц по доходам? Ну, бывает залетает там, значит, амбассадорство, грубо говоря. И платят, ну, за год, типа. Ну, это круто. Ну, естественно, тогда доход месячный больше, чем обычно. Но в целом, примерно одно и то же число, если не считать какие-то, значит, там... Я слышал цифру в 10 миллионов. Это правда? Похоже на правду? Около правды? Знаете. То есть тебе некомфортно, да, на это говорить? Да я, блин, да, я не понимаю. Правило такое, не говорите о деньгах. Но ты строишь дом. Ты показывал в интервью в Писке проект дома. 450 метров, три этажа. Там третья мансарная. Да, сколько ты уже вбухал в эту стройку денег? Слушай, я не знаю. А кто знает? Это мой брат знает. То есть ты просто даешь... Ну, как я понимаю, ты... У меня есть брат, естественно, я ему доверяю. Прям, ну, это родной человек, то есть вот, и он этим занимается. Старший брат? Да. Но финансируешь все ты? Да. И ты даже не знаешь, сколько уже ушло в этот дом. Просто обычно стройка это такое затратное дело? Слушай, нет, это 100% знаешь, типа, и еще я уверен, что это будет гораздо больше суммы, чем мы изначально планировали. Потому что мне говорили, что у всех так бывает, что изначально какая-то одна сумма, потом вот так-так-так-так растет, короче. Вот, но, блин, сложно сказать. Реально сложно сказать. Для тебя вообще важны деньги? Мне вообще нет. Вообще не важны? Нет, вообще. Слушай, знаешь, они типа лишними не бывают, 100%. То есть, когда, знаешь, ты, грубо говоря, как ты можешь самые свои низшие, низменные потребности закрывать, то есть уже... Все. Тебе много нужно в месяц? Контент, контент очень дорого выходит. То есть ты в основном все это, как говорят, реинвестируешь? То есть все, что ты зарабатываешь? Ну, да, да, ролики, это нормально. Грубо говоря, я последний ролик снимал, у меня 1600-1700 получилось. Я потратил, вот сейчас буду ролик снимать, там, полтора миллиона. Это на продакшн, да? Нет, это на идею ролика саму. То есть продакшн гораздо дешевле стоит, к счастью. Что значит на идею? Сценарий написать? Нет, нет, идея именно, то есть, ну, грубо говоря, смотри, там, в ролике, смотри, у меня будет ролик, что я за скины из CSGO покупаю машину подписчика. И, собственно, в этом будет идея ролика заключаться, что я, типа, беру свои скины и обмениваю их на машину подписчика. Пока не могу сказать, что за машина, но вот на днях снимать буду. Расскажи, кстати, про этот внутренний бизнес в компьютерных играх, про эти скины. Сколько у тебя их, на какую сумму, какое-то бешеное количество, что ты меняешь их на машины? Слушай, я их уже просто, короче, я их уже, грубо говоря, не коллекционирую, я, ну, это не самая выгодная инвестиция, так сказать. Я их вот так вот распродаю, можно сказать, потому что на них очень большая комиссия, если в реаловывание. Давай объясним для наших зрителей, что такое скины? Простым языком, для тех, кто не разбирается. В игре скин – это обертка на оружие, грубо говоря, просто визуальная составляющая, которая стоит денег на торговой площадке. Торговая площадка – это, как я не знаю, вот есть биржи, где акциями торгуют, вот то же самое, например, там тоже такие же торги происходят. То есть человек покупает, продает. Это, например, там можно купить себе не обычный пистолет, а золотой пистолет? Ну, условно, да, и, естественно, это может все дорожать. Допустим, знаешь, вот я на карантине когда крафтил. Крафт – это когда ты крафтишь из 10 мелких шмоток одну большую, то есть которая более дорогая. Но не факт, что она тебе выпадет, то есть это, знаешь, как лотерея, по сути, с каким-то шансом. Так, это как в казино, ты ставишь 10 своих скинов, допустим, 10 пистолетов на ставку, то что ты можешь забрать один какой-нибудь крутой автомат, например. Да, ну или не можешь, то есть тебе может какая-то хуйка с лютой. Это что, типа казино внутри чего? Внутри стима, Valve, ну, большая крупная компания, которая все турниры проводит. Это не казино, это, знаешь, ну, типа, ну, как-то гэмблинг, я не знаю, ну, кейсы, вот эта вся тема. То есть как, это сейчас во всех играх практикуется, то есть нажал, открыл кейс за бабки, либо выпало говно, либо нормальная тема. Можно казино назвать, можно как хочешь. В этом есть азарт? Казино, конечно, обидно как-то звучит. Звучит как-то нелегально сразу. Да-да-да, давай не казино. Не, у меня как бы, потому что там, это у них там все, в Америке, я не знаю, они там сами как-то парятся по поводу этого. Вот, азарт есть 100%, слушай. Нет такой параллели, знаешь, вот для блогеров, там часто зашкварно рекламировать каперов. А тут же тоже какое-то казино, что-то негарантированное, потому что эти скины, они тоже стоят денег, насколько я понимаю. Да, они сколько стоят. Есть, ну, естественно, есть дешевые, есть дорогие, то есть там все качество, редкость и так далее. Когда я открывал на карантине эти, точнее, крафтил авики, у меня выпало два ВП. Что такое авики? Это сложно. АВП это снайперская винтовка. Ага. Слон, я не знаю, там, играл в КС, нет. Они стоили, как они выпали, две штуки, 300 тысяч рублей каждая. 300 тысяч рублей? Да, сейчас они по 650. 300 тысяч рублей стоила снайперская винтовка в Counter-Strike? Да, да, да. И сейчас она стоит... 650, вот у меня две штуки такие. Это сколько прошло времени? Это год. Это год, и так подорожали? Да, ну просто смотри, тут в чем прикол, то что эти вещи, они не перевыпускаются. И ты, грубо говоря, их лимитированное количество, то есть ты их никак не купишь нигде и так далее. А в чем там особенность, для чего это нужно? Они же стреляют так же, как обычные винтовки. Слушай, это просто, знаешь, я не знаю, то же самое, как кроссовки коллекционируют. Это роскошь какая-то, да? Это что-то вроде понта. Ну, можно так назвать. Ну, вот я... Нормальный пример, то же самое, что и кроссовки коллекционируют. То есть, по сути, знаешь, там, любые кроссовки, там, ну, плюс-минус одинаково ходишь, ты в них и ходишь. Ну, какие-то дорожки, и ты дешевле. Просто коллекционируйте и так далее. Вот многие блогеры играют, там, например, на жалости. Я не знаю, проводят какие-то не совсем честные гивы. Слушай, я единственное, я говорю, я уже говорил, что я единственный в стране, который сделал гив-минус, 1600, по-моему, на гиве, просто потому что я решил просто среди стримеров сделать его. Вот, и я потом, я узнал, что с ним можно было заработать, я, так сказать, с подключением интернета, вот, ну, да не, на жалости, что, у меня аудитория на самом деле. Что ты понимал, я сделал гив, то есть, и обычно там делать всякие разоблачения, все вот это, настоящий гив или нет, у меня настолько аудитория, что... Типа, мне ничего не писали, то есть... То есть, тебя они хейтят массово? Нет. А почему вот Эвилона, например, захейтили, а тебя не хейтят? А за что его захейтят? Ну, вот из-за чего у него аккаунт заблокировали, я понимаю, это настучали люди? А, ты в этом плане? Нет, естественно, есть чувачки, которые пишут, типа, что орущи, обезьяна там и так далее. Ну, мне же так-то кулучу, пусть пишут. Эвилон, я, насколько знаю, даже писал в синагогу извинения. Что это за история? Слушай, я точно не знаю, но извинения, типа, что он извинялся перед ней, ну... Тебе не приходилось извиняться еще ни перед кем? Слава богу, нет. Я особо, типа, так, этот, ну, можно сказать, много не... Ты рекламируешь рулетки? Да. Это как казино же, нет? Это чуть-чуть на грани так. Ну, вместо, грубо говоря, денег, там скины. Ну, по сути, скины же тоже стоят денег. Ну, да, но это, по сути, ничем так не отличается от того, что, типа, стим продает. Ну, грубо говоря, не та же самая услуга есть. А правильно я понимаю, что можно купить скины на стиме официально, а можно на других сайтах? Да, такие же, как вот эти рулетки. Там есть маркеты отдельные, там дешевле все. Это полулегальная какая-то история? Слушай, нет, но она же, это же не попадает под закон никак, потому что это не деньги, это скины. Это то же самое у стима как раз. То есть это, типа, как скины, я не знаю, как это работает. То есть, по сути, из-за того, что там не деньги, а скины... Ну, типа, там не деньги, да, там именно предметы игровые. И поэтому нельзя никак прикопаться, то, что там они участвуют в рулетках, перепродаются на другие платформы. Да, 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 но там, по сути, там целый рынок, то есть, во всей этой теме, в этой индустрии, только завязанные на скинах. Сколько стоит самое дорогое оружие? Больше миллиончика. Больше миллиона рублей? Полтора-полторашечка где-то. Это что? Возможно, даже больше, но это сувенирный... Ой, Dragon Lord, Dragon Lord сувенирный. Зачем люди это покупают себе? Это вообще выпадало. То есть, это смотри, как это работает. То есть, был турнир. За то, что ты смотришь турнир, тебе давали кейсы. Вот эти, ну, которые ты можешь либо продать, либо открыть. Естественно, кейсы не безлимитные, потому что турнир закончился, кейсы больше не выпадают. И цена на них растет. Ну, их все меньше и меньше становится. Естественно, само оружие дорожает, которое выпадает из кейса. Ну, так типа это и работает. То есть, товар все меньше становится, цена растет. Как аукцион? Да. На какую сумму у тебя скинов? Три с половиной, по-моему, слушай. Сейчас три с половиной. Было шесть. Три с половиной миллиона рублей? Да. А было шесть? Да. А за чего ты распродал? Сливая вообще посрать на них. Ты их, типа, обналичиваешь? Слушай, на них бешеная комиссия вообще. То есть, типа, ты, если хочешь, допустим, взять АЛПН, за шестьсот тысяч, за шестьсот пятьдесят. Если хочешь взять винтовку в Counter-Strike за шестьсот пятьдесят. Да, и если ты хочешь, допустим, мою винтовку, которую у меня есть, вывести в реальные деньги, это будет комиссия примерно тридцать-сорок процентов. На вывод денег? Да. То есть, ты должен будешь заплатить стимул? Ну, да, условно, там, двести пятьдесят тысяч рублей ты просто для того, чтобы подержать там налик этот в руках. Ага. Но все равно это неплохие все равно деньги за... Да, конечно. ...за винтовки в виртуальном мире. Да, да. Там огромные бабки крутятся у этого кента, у Гейба. Это те, кто выпускает... Counter-Strike и Dota, две самые популярные киберспортивные дисциплины. И это производитель, он же выпускает эти скины. Считай, он искусственно это рождает, да? Вот, Steam, это его площадка. То есть, владелец Steam. Невероятный бизнес. У тебя скинов на три с половиной миллиона рублей сейчас. Сейчас, после ролика, как я обменяю скины на машину, будет еще меньше. Ты хочешь все распродать? Слушай, я ставлю себе просто для души какие-то, знаешь, грубо говоря, с которыми я играю. Просто так коллекционировать, ну, да, не хочется, чтобы они просто так лежали. Сколько ты на них потратил и сколько ты на них заработал? Ну, потратил явно меньше, чем заработал. Плюс, ну, дарят скины, как бы, тоже, ну... Тебе, как звезде, наверное, очень много дарят? Слушай, не прям, как ты думаешь, наверное, то есть... Но у меня вообще, знаешь, грубо говоря, не так развита вся вот эта тема с донатами, то есть и так далее. То есть, реально есть стримеры, у которых там 10, у них в 15 раз меньше онлайн, но донатов у них больше. Я их сейчас вообще подключил. Не потому, что мне деньги не нужны, я типа зажрался, а потому что на Твиче, вот опять же, запрещенные слова и могут в донатах закидывать их. А, то есть это риск, в принципе? Да, я не хочу рисковать, я просто... Мне хочется, знаешь, там, увидеть какое-то сообщение, если человек, знаешь, там, мне какое-то сообщение адресует лично, я отвечу, но очень большой риск для канала. То есть, если туда придут какие-то хейтеры, какие-то... Просто я, допустим, отойду поссать, знаешь, во время стрима и мне кент закинет, там, я никак не отреагирую негативно на его высказывание. Запрещенные слова, да? Да, да, да. И очень важна реакция. То есть, если ты даешь реакцию негативную какую-то, ну, показываешь, что ты как бы неодобряешься. А, то есть ты еще... Не сто процентов, то есть, знаешь, тебе никто не дает гарантии, грубо говоря, это Twitch, но есть вероятность того, что, знаешь, как минимум, либо срок будет меньше бана канала, либо вообще не будет бана. А правда, что Twitch отслеживает своих, там, популярных стримеров еще и на других площадках, на YouTube, в Instagram? Я, значит, ничего не могу сказать именно вот из тех слов, которые ты думаешь, Твич даже может это интервью посмотреть. Я думаю, не Твич может интервью посмотреть. У них есть такой ресурс, как, я не помню, называется, короче, репорты на партнеров со сторонних площадок, где нарушение сторонних площадок, то есть, типа, подписчик может скинуть ссылку на видео, тайм-код, описать ситуацию, и меня забанят. Серьезно, вот так вот стучать? Да. Да. Как учили нас в школе, что в Советском Союзе стучали, так же стучат сейчас в Твиче. Ты, я думаю, постарше, тебе сколько лет? Мне столько же, сколько тебе лет. Реально? Да. Меня в школе так не учили, я вообще не стучал. Ну, это уроки истории, знаешь, в Советском Союзе были распространены. Брат, я по школьным урокам вообще... Ты двоечник, да, был? Я пи*** был. У меня в пятом классе 9 двоек четверти было. В 5-9 двоек в пятом классе? Что, ты просто вообще ничего не делал? Что-то делал, ходил в школу. Просто физически ходил? Ну, физически я там присутствовал, но пи*** не делал там вообще. Не, ну, прикольные времена были, то есть, я вообще ни о чем не сожалею. Ну, да, распи*** ты лют. Жаль, у меня футболка мята, я как бомж на полу и подобрал и поехал. С какой ты семьи, Слав? И с простой семьи. Папа, мама, потом развелись. То есть, ну, мне кажется, это уже обычная простая семья, то есть, ну, по крайней мере, у всех моих знакомых точно все в разводе. Родители, вот. Ну, в плане дохода, не знаю, средняя семья, то есть, средние уровни заработка. Как твоя мама относится к тому, что ты делаешь? Слушай, ну, поначалу, конечно, то есть, не очень. Там было такое, знаешь, что знакомые, типа, звонили, и подружки говорили, типа, там, ты видел, что твой сын делает, короче, знаешь, грубо говоря, из-за моих занятий, из-за моих интересов конфликты были у нее с подругами и так далее. То есть, ну, как по мне, это очень странно, то есть, что я там матом ругаюсь, но хейтерс gonna hate. Я смотрел твой недавний стрим, и ты говорил, что не сдал ЕГЭ по математике. Это получается, что ты не закончил школу? Нет, я школу закончил, смотри, короче, по крайней мере, в тот год, который я сдавал, там не было выбора между базой и, не помню, как называется, есть база, есть... А, есть профиль, профильный, да. И не было выбора, был только профиль, короче. Я математику, естественно, вообще, ну, не знал прям вообще, ну, я ноль, короче. Вот, и я написал на 20 баллов. То есть, в институт проходной 24 был, чтобы сдать экзамен в школе, именно чтобы получить аттестат, надо было на 20 баллов написать. То есть, школьный аттестат я получил, но это не проходной балл в институт. Получается, что у тебя нету сертификата о том, что ты там сдал ЕГЭ? Слушай, я, кстати, не знаю даже. Мне настолько неинтересно было, то есть, что мне было посрать, если честно. Ты в университет не планируешь вообще поступать? Тебе это не нужно, образование? Я поступал же. Я поступал в вуз, я сходил, говорю, на две пары, на две математики, и все. И забрал доки. А как считаешь, вообще образование сейчас нужная такая вещь? Я думаю, индивидуально очень. То есть, если человек, грубо говоря, свои планы строит, как-то они связаны с образованием, то есть, или какая-то профессия, где надо получить образование, то, я думаю, конечно, такой хирург без образования, конечно, странно. Нам навязывают родители часто, да, закончить школу, закончить университет, потом пойти работать. Вот ты что на этот счет думаешь? Слушай, ну, мне кажется, большинство именно так и делают. Ну, по крайней мере, родители подталкивают там своих детей, чтобы они там шли в институт на работу и так далее. То есть, ну, я, конечно, знаешь, мне кажется, идеальный расклад, когда ребенок там, ну, уже не ребенок, то есть, уже такой взрослый человек сам решает. Ну, тебя мама не давила? Слушай, мне с мамой повезло очень. Ну, как бы, знаешь, там были какие-то, ну, не то, чтобы я не сказал, что это давление, знаешь, какое-то было, ну, просто, типа, там, сынок, может быть, институт, там, может быть, возьмешься за голову, начнешь учиться, но... Просто обычно родители, наоборот, говорят, там, выбрасывай компьютер, у меня вот у одного друга мать выкинула его компьютер в бассейн за 300 тысяч. И сказала ему, иди готовься к ЕГЭ. Тебя как-то получилось этого все обойти? Нет, слушай, у меня были моменты, то есть, у меня были моменты, знаешь, как я жестко, короче, по ночам кричал, там, срался, ну, вот еще до того, как я начал стримить, просто играл, то есть, я рамсился с кентами, значит, там, бой с чати обычным. Вот, и мама там разрезала провод интернет, брата моему, она консоль разбивала об стену, вот, то есть, ну, были, были такие моменты, то есть, знаешь, ну, это, грубо говоря, адаптировалось, поняла, что там все, там, уже пи***, и смирилась. Как она сейчас относится к тому, что ты зарабатываешь такие деньги на этом? Она понимает вообще, чем ты занимаешься? Да, слушай, ну, более-менее, конечно, понимает уже, то есть, ну, уже прилично времени прошло, полтора года. Да нормально относится, ну, как можно относиться, хорошо, конечно. Как ты думаешь, стример – это профессия? Думаю, нет. А что это? Это хобби какое-то? Слушай, это просто хобби, который приносит доход, наверное. Ты учился в Кадетском училище, чему оно тебя научило? Слушай, да я, ну, как я, наверное, много где говорил, просто с пацанами общаться, то есть, знаешь, комфортно себя чувствовать в мужском коллективе. Ты считаешь, это обязательно для мужчины, вот, попасть в такую среду? Или ты бы с радостью… Нет, я считаю, ничего, ничего обязательного нет, то есть, типа, попал, ну, знаешь, типа, прожил, то есть, этап жизни ни о чем не сожалею, круто был. У меня так про все этапы жизни. Самая жесткая история оттуда какая-нибудь? Да, слушай, это какие-то прикольчики, понял, типа, на кровати срали, там, кин там, понял, прям, ну, мы что, там, в казармах ночевали, то есть, ко всем по ночам, понял, как прятались от зарядки, типа, под кроватью, понял, ты, короче, ну, звонок утренний, типа, все идут на зарядку, реально впадлу идти на зарядку. Ты заладишь под кровать, понял, и начинает ходить, короче, офицер искать, типа, те, кто прячется, он просто шарит, что прячется, и ты сидишь, молишься, знаешь, он заходит, типа, в твою казарму, ты такой, ну, реально молишься, чтобы он тебя не запалил, и такая башка резко, он снизу наклоняется, он тебя достает за шкирку, и все, и начинается. Я не представляю, сколько у нас будет запикиваний в этом интервью. Оно побьет Моргенштерна точно. Это плохо, наверное. Извините меня. Нас сейчас смотрят кучи людей, и они вот думают, блин, я учился на пятерке. Вот сидит парень, зарабатывает 10 миллионов рублей на стримах в месяц. На нем какая-то цепь с бриллиантами, футболкой, витмаум. Это цепь, как рогов. Что это за цепь? Ну, знаете, какая-то за 10 тысяч рублей, это ничего не дорого. Ну, ты прибедняешься, по-любому, с бриллиантами. Я реально говорю, это ху** вообще полно. Просто в инстаграме рекламу. Ну, футболка у тебя дорогая, я не знаю. На день рождения подарили. Футболку на день рождения подарили, то есть своего ничего. На стриме все дарили, поэтому... Я вообще, это тоже текила подарил на день рождения. Текила? Да. Понятно. Ну, вот как ты думаешь, люди нас смотрят и думают, несправедливо это, а? Несправедливо, потому что вот парень, 9 двойок у него было в пятом классе. В университет не пошел. И вот столько зарабатывает. Ты что можешь сказать таким людям? Слушай, да я могу сказать, б***ь, мужики тоже, все получится, все будет. Ну, это не точно, как говорится. Не, ну, если серьезно, то есть я просто всю жизнь отдал играм. Я не говорю, что у каждого так будет, но если человек, знаешь, огромную часть своего времени посвящает какому-то увлечению, там, и мне кажется, успех не за горами. Как ты думаешь, ты уже 10 тысяч часов проиграл в компьютерной игре? Есть такая теория, что человек, чтобы стать там профессионалом, должен 10 тысяч часов играть. Да. 10 тысяч часов? Да. С какие лет ты играешь? В соревновательные с 11. Вообще, выигра где-то с 6, наверное, с 7. И что, вот тебе мама не запрещала играть после того, как у тебя в пятом классе было 9 двоек? Слушай, она у меня прятала провод, короче, в шкаф, у нее вот на замок был. Я помню, как я его выломал, вот этой палкой лыжной, понял? Типа, я вот так всунул, ну, острие само, знаешь, который снег. Вот так и вот так начал, как ловом, короче, надевать шкафы там. Ну, беспредел был там. И, говорю, компьютер ломали, она мне разрезала просто ножницами в системике БПшник, провода. Тебя водили к психологу? Слушай, сам себя водил к психологу. Серьезно? Да, да. Но я не касаемо там зависимости от игр и так далее, просто, типа, какие-то, ну, там, панические атаки, все это вся тема была. То есть, ходил к психологу, да. А у тебя здоровье, на самом деле, так себе, насколько я понимаю. Да, брат, вообще, с самого детства. У тебя мигрень, язва? Грыжи, 6 штук. 6 штук грыжи? Да, позвоночник. То есть, это все из-за твоего образа жизни? Нет, слушай, грыжи, это я в качалке, короче, я же спортом занимался. Когда в школе учился, ну, так нормально меня прям занимался, вот. И, ну, вначале, конечно, ненормально я занимался, и вот как раз вначале, я, так сказать, все испортил спину. Я год ходил без тренера и... Жее. А с мигренью? С ней же, насколько я понимаю, не очень совместимы компьютерные игры. Да и качалка была, на самом деле. Просто очень сильная мотивация, знаешь, была накачаться, то есть, потому что я думал, что если я накачаюсь, там телочки будут сразу туда-сюда, прям, знаешь, у меня такой взгляд был на это. А у тебя были комплексы, что девушки, ты не нравился девушкам? Слушай, я бы не назвал это комплексом, у меня было убеждение, то, что девочкам нравятся накачанные пацаны только. И я такой, я стану качком, типа. И там заработал грыжу себе. Да. А мигрень? Насколько я понимаю, когда играешь в компьютерные игры, там постоянно меняется картинка и... Слушай, я не думаю, что это из-за того, что меняется картинка, значит, это больше похоже на какой-то там... У меня именно из-за напряжения, то есть, глазного нерва, я думаю, это происходит из-за того, что, знаешь, ты смотришь в экран, в экран, у тебя статично изображено, ну, ты не двигаешь глазами, то есть, это очень важно. Чтобы фокус менять. Давно было врача? Да, вообще, что-то хуй забил. Сдохну так, сдохну. А как ты столько стримишь, если у тебя мигрень и болит голова? Слушай, я стараюсь как-то... Сейчас, подожди, займем 30 секунд. Давай, хорошо, подумай, Слава. У меня мозг прям давит. Сейчас. Давайте я все вздремнула бы тут. У меня как пряник нагрело сейчас на этом свету. Скажешь, какой-то торчок, язык заплетается, посмотрит дядя богатый. Я, конечно, до того, как начать стримить, и подольше не спал. У меня рекорд там 34 часа и не спал, а я на турнир ездил. 34 часа? Да, да, да. Есть такое еще мнение, знаешь, что от компьютерных игр сходят с ума. Вот дети обыграются в свои компьютерные игры и пойдут там убивать других людей. Этот случай знаменитый в Челябинске, когда там пацану родители запрещали играть в игры. Слышал, да, про это? И он зарезал мать. Что ты об этом думаешь? Блин, сложно сказать. Я обычно такое слышу только по Первому каналу. Да, мне кажется, просто слушай, это такая статистика. То есть в обществе есть какое-то количество людей неуравновешенных психически. Не знаю, то есть являются игры триггером для того, чтобы он пошел, что-то сделал или нет. Сложно судить. Ну, я как бы вроде нормальный человек. Хотя по стримам так не скажешь, но... Где грань между тем, что человек играет там 8-10 часов в день? И где грань между тем, что он хочет стать профессиональным киберспортсменом или там классным стримером, чтобы его смотрели как тебя? И может быть между тем, что он зависимый, что он игроман, что он там, что у него с психикой проблемы? Где вот эта грань? Слушай, мне кажется, только, ну, типа в голове. То есть, кажется, для себя простраивать свои цели. То есть, если ты хочешь тренироваться, то есть ты играешь в соревновательные дисциплины и так далее. Хочешь просто какие-то удовольствия от игры получать, играешь в какие-то казуальные игры и все там. А как это объяснить там, не знаю, родителям или людям вокруг тебя, которые думают, что ты сошел с ума и что ты теперь все время за компом, там на улице весна, столько всего, а ты сидишь и гомаешь. Как вот это донести? Мне кажется, это очень сложно объяснить, знаешь, что надо просто надеяться на какое-то понимание родителей. Потому что родителям иногда, некоторым бывает и более банальные вещи сложно донести. А тут как бы вообще другой мир для них. То есть, вообще для большинства людей это другой мир. Это сейчас, знаешь, только вот зумеры начинают как бы выкупать уже за игры там и родители более-менее уже более молодых детей. То есть, а старое поколение, кому сейчас там 55-60 лет, конечно, очень сложно. Ты зависимый? Нет. Все наркоманы так говорят. Да. Ну, слушай, сложно говорить, да. Ну, знаешь, типа, это, наверное, со стороны виднее. Мне нравится играть, капец, ну, знаешь, типа, я могу, мне кажется, и обойтись без этого. Ты можешь сейчас бросить и устроиться на обычную нормальную работу? Не, не, не. Не, ну я имею в виду не по своему желанию, а вот чисто физически. Слушай, будет очень сложно, потому что я ходил на работу и у меня там мигрень, вот это все. Потому что я не высыпаюсь, у меня проблемы с режимом, значит, я люблю ночью вот что-то подделать, там, неважно вообще что. То есть, и это, конечно, очень сильно сказывается на этом, то есть, сложно. Сколько ты сегодня спал перед интервью? Два часа. Почему? Даже поменьше возможно. Слушай, да я, опять же, то есть, я и книжку послушал, и тикток посмотрел, и ролик посмотрел, который записал, то есть драфт мне скинули, вот. Вот так получилось то, что я смотрю уже время 8.30. Ты так всегда живешь? Нет, нет, слушай, после времени вообще просто режим сбился люто. Потому что ты играешь, играешь, стриминешь. Нет, нет, ты делаешь, что нет. Но я записываю ролики как бы игровые, знаешь, там, стримы, и... Ну, не всегда, знаешь, есть желание поиграть. Просто ты запишешь там ролики, постремишь, и ты такой, тебя зовут играть, ты думаешь, бля... Может быть, все-таки отдохнуть, типа, кайфовый был. Ну, просто сериальчик. Или я хотя бы в кровати поиграть. То есть, у меня такая тоже тема есть. Я, блин, беру ноутбук, играю в кровати. То есть, когда не стримишь, просто играешь. Да, просто, ну, во что-то, знаешь, типа, во что-то, во что не стал бы на стриме играть. Что-то очень скучное, знаешь, такое, но для зрителя. Например? Почему это скучно? Слушай, ну у меня просто такой формат поведения дроссляции, что я очень все динамично делаю. Ну стараюсь, чтобы динамика постоянно сохранялась. А Вов такая, это ММОшка же, она такая чуть-чуть скучноватая, знаешь, там это потупить. То есть, ну это не, мне кажется, не для моего темперамента именно на стриме. То есть я сам не смогу ее стримить. Мне это очень угнетать больше, что она такая медленно. А Доту ты тоже не стримишь? Доту я стримил пару раз. Ну и просто развлекательный контент. То есть не компетитив, а именно шоу-мач собрать и так далее. А в чем феномен Контерстрайка? Ты можешь для себя это объяснить? Почему эта игра вот столько лет остается в топе? Слушай, мне кажется, в киберспорте это как олимпийский вид спорта. То есть, знаешь, там, грубо говоря, есть олимпийские виды спорта. Есть в киберспорте дисциплины, которые для меня таким же являются. Это Дота, Контерстрайк. Ну для меня как бы все, но там возможно еще типа спортивные игры, типа Фифули. Не знаю, что там еще. Воу, кстати, тоже соревновательной игрой на самом деле является. Вот, Херстон и прочее. Вот, для меня Дота КС, ну не знаю, прям классика, понимаешь? То есть, издавна очень все понятно предельно, особенно Контерстрайк. Прицел, калаш, враг, бомба, все просто. Тебе не надоело? Блин, слушай, я думаю, я играю не из-за красивых видов там. То есть, меня особо карта-то, естественно, не удивляет уже. Именно механика, то есть, прикалывает, конечно. Знаешь, это то же самое, как футбол играть в дворе. То есть, люди же каждый день выходят играть. Казалось бы, знаешь, типа, одни и те же бутсы, один и тот же мячик. Ну, ты все равно выходишь играть. Именно механика крутая. Вот со стороны кажется, что у тебя просто работа мечты. Ты целый день играешь в комп, орешь в камеру, сидишь вся дома. У тебя нет там строгого какого-то начальника, нет дедлайнов. Делаешь, что хочешь. Вот, но если так задуматься, по сути, у тебя каждый день день сурка. Да? И ты должен вставать, стримить и играть. Ну, да, да. Чтобы оставаться в топе. Да, да, да. У меня были такие моменты, значит, что я, типа, ловил себя на мысль, что вот какое-то, знаешь, выгорание, короче, происходило, ну, из-за этого именно, как раз, из-за дня сурка, так сказать. Но есть работы похуже, поэтому надо кайфовать. То есть, знаешь, грубо говоря, когда у меня хорошее настроение, для меня это не работает. Типа такая отдушина, типа. Потому что я как кричу, мне легче становится. Вот, реально легче. То есть, это очень кайфово, то, что можешь выложиться прям пополнее, знаешь, эмоционально, то есть, это прям ты полностью себя отдаешь. Вот, а когда у тебя хорошее настроение, и ты врубаешь потому что надо, то это, конечно, очень похоже на работу. У тебя такое бывает? Да, 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 бывает, конечно. Просто ты стримил сколько дней подряд, я не знаю, 100 дней подряд больше? Да. Как восстанавливаться от этого? Слушай, я до сих пор не знаю, как восстанавливаться, потому что я не восстанавливаюсь, у меня очень сложно с этим. То есть, ты вечно усталый после стрима? Ты там постоянно платишь? Ну, после стрима, это как, я не знаю, это как после того, как ты кончил, типа. То есть, хочешь, знаешь, просто полежать, покурить сигаретку, там. Как у тебя вообще жизнь поменялась за эти полтора года, что ты стримишь? Это же просто какой-то переворот с ног на голову. Слушай, да, ну, на самом деле, я иногда тоже завести к вопросу, я думаю, что вообще было, знаешь, вот, если бы не это все. Ответа, правда, у меня нет на это вопрос. Ну, жизнь сильно поменялась, конечно. Чем ты занимался до? Последнее, чем занимался, ты в киберспортивной организации играл. В Fortnite играл, ну, на контракты, зарплаты и все. То есть, ты был как киберспортсмен? Да. А почему не пошел в это направление, в киберспорт? Слушай, я говорю, что мне очень сложно. Во-первых, я почувствовал, что душит люто вообще, ну, очень талантливые ребята, то есть, молодые. Во-вторых, тоже мигрени, слушай, вот это прям очень сильно подкашивает, потому что, если ты хочешь реально быть в чем-то лучшем, тем более в киберспорте, надо очень огромное усилие прикладывать, то есть, это не два часа в день играть. Просто вот со стороны людям кажется, что это вот, играют в компьютеры и заработают. Ну, и кажется, что футболисты мячи пинают 90 минут и потом миллиарды зарабатывают, но они же всю жизнь для этого играют. А как ты считаешь, вот есть какой-то возраст, после которого уже нельзя быть киберспортсменом? Я с некоторыми игроками говорил, им типа примерно 23-24, ну, как тебе и как мне, и они говорят, что они уже староваты. А ты в какую дисциплину это... Counter-Strike, например, что они уже староваты, мол, реакция не та. Короче, полно игроков, которые вот в таком возрасте, как ты сказал, играют, и нормальные достижения, то есть, другой вопрос, потому что организации, знаешь, больше сторону юниоров, типа, высматривают, знаешь, именно, они хотят взращивать, то есть, типа, молодых чувачков, потому что это выгодно. Ну, у них реакция лучше, они там... Реакция лучше, знаешь, ну, типа, на 24 года все-таки это не тот возраст, знаешь, когда ты уже такой, типа, сломаешься. А какой возраст, 30 примерно? Слушай, 30 лет, вот я знаю, что, грубо говоря, была команда, кстати, Вернцепровод, как раз, в которой мы кубки смотрели, и там старые ребята тоже очень крутые раньше были, да и сейчас крутые, просто уже не играют, я имею в виду, вот прям так, как раньше. По 30 с чем-то им лет было всем. То есть, играть можно хоть до старости? Ну, мне кажется, это, знаешь, именно, если ты будешь 40 лет всех ебать, как бы, тебе будут все рады, скажут, добро пожаловать. Можно сказать, что тебе таким медийным и популярным помог стать именно ТикТок? ТикТок. Братанчик, добро пожаловать в ТикТок. Аааа! Все так просто. Ну, я надеюсь, этот трек залетит в ТикТок. Слушай, я точно не могу сказать, знаешь, прям вот стопроцентную причину, но ТикТок в этом плане, конечно, спасибо. Потому что остальные стримеры, они в основном внутри Твича, а ты вот именно за счет своей манеры зафорситься в ТикТоке. Да, прям очень хорошо, то есть я из себя частенько вижу в ТикТоке. Как ты относишься к ТикТоку? Многие там взрослые люди говорят, что все ТикТокеры глупые. Слушай, я не буду никого там, ну, так сказать, по чьей-то способности интеллектуальные заявлять. Просто сама платформа, как по мне, такая, знаешь, достаточно такая. Значит, если Ютуб этот, говорят, таймкилинговая платформа, то что такое ТикТок, это вообще жесть. Серьезно? То есть ты вот так вот на это смотришь? Ну да, ну это же прям жесть вообще. Ты сидишь просто все время свое трачиваешь, ты листаешь ленту эту сраную. А вот стримы смотреть, это не таймкилинг, как это, не убийство времени? Слушай, наверное, это все убийство времени, но я не знаю, вот просто именно качество контента, понял? Я же иногда сам ТикТоке записываю раз в год. Интернет выходит, по приколу потанцую, он залетит там на 5-10 миллионов. Такой думаешь, типа, за три минуты сгенерировал 5-10 миллионов просмотров. Ну, конечно, качество просмотра другое. Я много тебе говорил, просто обидно за топовых блогеров, ютуберов, которые делают очень крутой контент, качественный, прям реально образовательный. У них просмотров, ну, плюс еще время, какое они тратят на этот контент. И у них просмотров в разы меньше, чем у ТикТокеров. Поэтому на Форекс подписываемся, друзья, у нас качественный контент. Даже ТикТокерам респект, то есть чуваки прорвались там, ну, ладно. За кем следишь из ТикТокеров? Я просто только знаю двух ТикТокеров все. Да, Немилохина. И кого еще? И Артура Бабича. И Артура Бабича. Ребята, вам привет, они у нас тоже были на канале. На ютубе кого смотришь? Да что-то никого, я сейчас. Сам сказал, что это сложный, качественный контент, в который люди вкладываются. Ну, я просто понял, что нет. Ну, я же знаю, что вкладывается, мне же, я же, ну, не обязан смотреть его, понял? То есть, ну, это же факт, что я когда-то смотрел там какие-то выпуски. Слушай, дудя, 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 прикольно. Как ты думаешь, стримеры имеют самый плотный контакт со своей аудиторией, среди всех людей в медиа? Ну, мне кажется, сто процентов, знаешь, то есть, есть такая, грубо говоря, шкала в статистике ютуба, есть такое удержание понятия. На Твиче такого нет, но мне кажется, удержание на Твиче самое большое. Люди, которые тебя смотрят, они часто знают про тебя буквально все. Насколько они к тебе лояльны? Ты, например, несколько раз там делал заявление, что вот когда Эвелона забанили, что ты не выйдешь в стрим, пока его не разбанят. Потом, когда понял, что его разбанят не скоро, все-таки вышел. Говоришь, что не выключишь стрим, когда не пройдешь left for dead полностью. И все равно потом, конечно же, пошел там спать. Тебе не прилетает за это хейт? Ну, то в очередной раз хочешь сказать, типа, респект аудитории, потому что мы могли схавать просто, понял, за базар. То есть, потому что я, ну, я как бы, я, когда я вот, это не left for dead был, это был Fall Guys, я сказал, что пока не выиграю одну игру, типа, не уйду спать. Но я там играл пять часов и не мог выиграть вообще, у меня уже все сгорело, я уже понял, что в таком состоянии я не выиграю вообще никогда. Я говорю, пацаны, отпустите меня спать, пожалуйста. Они такие, ладно, ладно, типа, иди. То есть, в этом плане, аудитория настолько крутая на Twitch. То есть, ну, бывает, конечно. Ну, а как по-другому? Как ты думаешь, почему стримы вообще люди это смотрят? По четыре часа ты просто как, я не знаю, похоже на радиоэфир, да? Да, но это, наверное, просто и ко мне, я никогда стримы не смотрел. То есть, сам ты стримы не смотришь? То есть, ты продаешь это зло, но сам его не ешь? Вот есть люди, знаешь, наверное, просто это предпочтение. Вот есть люди, которые любят посмотреть, как кто-то играет, есть люди, которые любят играть. Я из тех людей, которые любят играть. Я обожаю играть. Надолго эта тема со стримингом, как тебе кажется? А у меня? Вообще вот хайп такой. Потому что ребята из списка говорили, что стримеры это новые рэперы. Ну, это, не знаю, странноватое сравнение, если честно. Потому что, значит, вообще в целом конечный продукт другой. То есть, типа, ну, мне кажется, это только может, наверное, будет набирать обороты, если брать аналогию вот с Америкой. Потому что в Америке, типа, стримеры это вообще селебрити другого уровня. Какие-то крупные, там, холдинги, типа, йоты, мейла, пытались тебя купить? Купить как-то. Ну, как Virtus.pro они купили команду, чтобы ты был их стримером. Таких предложений не было? Нет, таких предложений не было с этим. А если будет? Ты будешь независимым лучше или сотрудничать с каким-то большим гигантом? Ну, мне почему-то кажется, что мне независимым кайфой. Сможет ли мне предложить что-то, что меня реально заинтересует? Какая это должна быть сумма? Да, не знаю, большая, наверное. Миллионов сколько? Сто рублей? Ну, да, наверное. Давай поговорим с тобой про Твич и новую этику. Вот там же большие ограничения. Есть своего друга Эвелона, да? Его до сих пор не разбанили. Да, ну и непонятно, когда разбанили. За то, что он произнес запретное в Твиче слово. Насколько я понимаю, там есть несколько запретных слов. Мы их сейчас цензурно назовем. Это афроамериканец, еврей, представитель ЛГБТ-сообщества. Что-то еще есть? Ты можешь просто сказать, грубо говоря, ущемление ЛГБТ-сообщества, либо расизм. То есть это все запрещено. И Твич контролирует это постоянно? Или как это происходит? Это не Твич контролирует. Это они просто обрабатывают репорты от зрителей. То есть это подписчики сами его захейтили, получается, своего любимого? Подписчики. Ну, просто какая-то злость, я не знаю, желчь там. Мне сложно, знаешь, просто я просто книга не делала, и в этом плане сложно. Ну, ты тоже постоянно материшься в стримах, постоянно орешь. Да, я постоянно ору. То есть я, знаешь, я стараюсь сделать так, чтобы это было, значит, никак не токсично, а просто угарно. То есть просто для контента и все. А есть какая-то цензура вот в Твиче? Ты чувствуешь это? Есть, ну, есть, конечно. Ты только что назвал там какие-то правила, ну, правила вот. Это цензура. Ну, для меня как бы никакого труда не составляет их соблюдать. Ну, ряд более каких-то узких правил, знаешь, не таких популярных. Там, грубо говоря, ты не можешь комментировать там внешность, ну, женщина, значит, там, в сексуальном плане. Типа, что? Ты сексуальная или что? Ну, даже типа такого. То есть ты знаешь, ты не можешь зайти, допустим, в какой-то стримерши и начать вот говорить там то, что там, типа, ничего себе, я бы там вот это вот. Ты считаешь, что это правильно? Или ты это принимаешь? А я думаю, просто не мне судить, то есть. Эвелона до сих пор не разбавили. Не разбавили. Не разбавили. Не разбавили, не разбавили. Эвелона до сих пор не разбавили, да? Да, да, мне разбавили. Я, насколько понимаю, YouTube для стримеров, это все-таки такая, именно для игрового контента достаточно мертвая площадка. Да вообще, в целом, знаешь, если бы, мне кажется, было больше желания у YouTube, они могли бы Twitch обогнать. Огромное количество людей гораздо больше знает, чем YouTube, больше, чем Twitch. Но почему-то вообще не занимается направлением стриминга, я не знаю. Тебя огорчает законно о том, что в социальных сетях запретили мат? Ну, я же не использую, я же не нарушаю законы. Ну, на самом деле, мне п*** вообще. Ну, пока штраф не прилетит, мне вообще п***. Пока не прилетит. Я думаю, сейчас я так сказал, и я уверен, что у меня сейчас п*** штраф, типа, я буду первый п*** в интернете, кому штраф за мат отправили, это 100%. Стоит ли ждать твою встречу с Эвелоном? Я думаю, да, 100% стоит. Встретится, ну, в Россию, там. А он с Украины сюда не может приехать? Нет, у него депортация. Депортация из России, если он приедет? Ну, у него там, типа, у него запрещен въезд на 5 лет. А из-за чего? Из-за того, что он не выезжал из границы России. Как-то, знаешь, бумажка какая-то, типа, то, что ты заезжаешь и обратно, точнее, выезжаешь и обратно заезжаешь в страну, в которой ты не гражданин. А вот политикой, обществом, там, такими проблемами ты интересуешься? Новости читаешь? Новости читаю. Политика. Ну, я, типа, не могу сказать, что, знаешь, прям какой-то, прям очень сильно углубляюсь в этот вопрос, но просто какое-то понимание есть. Ты планируешь дальше жить в России? Может, ты хочешь там в Америку ехать? Слушай, я думаю, пока я никуда не слетаю, не пойму, каково жить в другой стране вообще, типа, какой там менталитет, какие там люди, как вообще мне там само ощущается. Я думаю, я не смогу сказать. Ну, я вот видел твой ролик англоязычный, где с тобой разговаривали комментаторы, и ты с ними говорил на английском, так немножко... Немножко коряво. Немножко коряво. Ты знаешь английский язык? Ну, little bit. Мечты вот уехать, там, жить в Америку, там же рынок киберспорта, он еще больше. Там в этом плане, да, то есть с Америкой можно вообще дикую грязь сделать. Ты же... Слушай, я не знаю, вот я говорю, опять же, возможно, прикольно сделать это в своей стране. Я не могу сказать точно, что это так. У меня такая аудитория уже, что жалко делать что-то потом уже в другой стране. Ты тусуешься с рэперами? Да. Почему Сода Лавы не было еще у тебя на стримах? Потому что есть запрещенные слова, которые на Twitch нельзя говорить. А у Сода Лавы, так сказать, небольшие проблемы с ним. Но ты не можешь его там попросить, Сода, не говори вот это слово, пожалуйста, а то меня заблочат, я лишусь работы, стану бедным. Он не специально скажет, понимаешь, он случайно выскочит. То есть это вопрос привычки вообще прям лютый. Ну, именно поэтому очень сложно новых людей, знаешь, не из сферы стриминга приводить на Twitch. Потому что какие-то слова запрещенные, знаешь, которые они постоянно используют в своем лексиконе. И ты их не можешь использовать. В последнее время у нас в стране говорят о том, что YouTube могут закрыть, вот эти слухи идут. Ты себе сделал уже какой-то стабильный плацдарм, если, например, YouTube закроют или, не дай бог, тебя там заблокируют в Twitch? Или у тебя просто вот вся карьера зависит от этих двух платформ? Слушай, ну если как бы вот так все закроют, как бы в момент, я думаю, у вас все блогеры останутся, они ху**ать не будут. То есть какая-то платформа в любом случае должна быть для реализации, именно для творческой. Ну если все заблочат, я не знаю, что делать. Слушай, буду играть, буду киберспорт, если киберспорт заблочат, компы запретят, на завод пойду. Кем ты работал до этого? Ну, на стройке я работал. На стройке? Да. Таскал кирпичи, замешивал бетон? Ну и разнорабочим работал, и именно помощником, начальником участка я был. Что ты строил, во-первых? Я строил школу и строил дом маме. Маме строил дом? Да. Ну то есть это не за деньги было? Нет, ну еще с мамой деньги брали. А школу строил за деньги? Да, за зарплату. Сколько платили? 30 тысяч. 30 тысяч в месяц? Да. И сколько ты проработал? Месяцев шесть, наверное. Ты полгода работал на стройке? Да. Как тебе этот опыт? Пиздец вообще пиздец. У тебя остались какие-то приятели с того момента? Нет, приятели никого у меня вообще не осталось. А кто там с тобой работал? Такие взрослые люди были? Да, там больше всего, ну, именно, знаешь, такие именно, прям взрослые люди работали. То есть я там самый пиздец был. Что конкретно делал? Знаешь, типа, принеси, подай, этому объясни, тому расскажи, то есть, ну, как вот я тебе был поможем в начальнику участка. Какие-то полезные навыки из этого получились с тебя вынести? Не работает на стройке вообще. Не работает на стройке? Сложно. А кем еще работал? Работал сисадмином, тоже не моя тема. В офисе в каком-то? Да, в рекламной компании. Настраивал компьютеры, помогал людям принтер распечатать? Да, все, что связано с техникой, и вот это я делал. А насколько ты вообще понимаешь в технике? То есть ты можешь там пересобрать компьютер? Не, пересобрать компьютер, это естественно, но мне кажется, база, знаешь, то есть, ну, типа, для... Ну, там дырочка, там все просто, там особо не промахнешься. Вот, а именно вот какие-то технические вопросы, знаешь, именно вот внутри там... Материцкую плату почистить, я не знаю, что еще. Почистить. Блин, еще там, ну, достал пылесос, подул и все. Это хуйня. Вот именно, знаешь, то, что касаемо там, именно с самой винде, то есть, включенном компьютере, я даже не знаю, как это называется, но, типа, такие вопросы, я каждый раз подходил, типа, делал вид, что я что-то делаю, на самом деле, я вышел, гуглил просто. Прям при этом в чувачке разбирался, мне стыдно, пи*** было. Каждый раз тачкавал, что меня уволят. А когда ты начинал стримить, ты еще работал сисадмином? Я работал сисадмином, да, параллельно попробовал, нет, я попробовал стримить, то есть, там, пять дней я простримил и все, и забил хуйня. И параллельно группу я развивал просто новостную по киберспорту. Там таргетом вкладывался, рекламный. Таким был, можно сказать, редактором паблика? Ну, просто, да, типа, я и как СММщик, и владелец сразу паблика, то есть, я один просто там работал. Ты в интервью миссис Марпл говорил, что отец, что у вас с ним так себе взаимоотношения. Ну, да. Вот, и то, что он приехал к тебе на 18-летие и раскритиковал всю твою деятельность. Сейчас что-то изменилось в ваших взаимоотношениях? Слушай, мы так, мы общаемся, но я просто, я не могу сказать, знаешь, что, типа, если сравнивать, грубо говоря, отношения с мамой и с папой, то есть, это отношения разной близости, вот и все. То есть, мамы, то есть, мама это самый близкий человек, то есть, отец, как бы, знаешь, ну, более так сдержанные отношения. Вот и все. Ты сейчас, наверное, больше, чем он зарабатываешь, я думаю. Ну, конечно. Ты маму полностью содержишь? Слушай, она, она на самом деле сама себя содержит, потому что она квартиру сдает. А что она делает? Она рантьер, то есть, она сдает квартиру или она еще работает где-то? Да, нет, она не работает, вот. Ну, я все, что ей надо, я все ее покупаю, у меня вообще не впадут. То есть, это очень приятно радовать близких людей, это прям с бальзама на душу. Какой самый классный дорогой подарок маме подарил? Машина. Мамуль, смотри. Что такое? Это машина твоя новая. Вы что, издеваетесь сегодня надо мной, что ли? Что за приколы? Нет, твоя новая машина. Да вы что? Да, серьезно. Слава, с ног. Пойдем посмотрим. Ура, с вами рождения! Вообще, я сейчас расплачусь. Машину купил? Что за машина? Ну, с салона Mazda CX-5 убрал. Миллионов четыре, наверное. Не, врать еще. Два семьсот или два восемьсот. Мама перестала работать, когда ты стал столько зарабатывать на стримах? Не, бро, просто у нее, типа, со здоровьем, типа, не очень. В маму пошел, так сказать. Вот. Ну, есть траблы со здоровьем, да, то есть, типа, ей прям тяжело дается там давление, типа, вот. И повезло, что, типа, квартира у него была. И есть возможность сдавать. А ты планируешь как-то лечиться? Ну, слушай, допустим, мигрень не лечится, грыжи либо удаляются хирургическим путем, либо просто не запускаются дальше. Вот. Просто поддерживаешься как-то терапией, типа, ЛФК и так далее. Да, я не знаю, сложно сказать. Я просто буду надеяться, что у меня ничего не будет валить. Я даже буду за 100 лет. Ну, это, конечно, похоже на ***. Опиши свой обычный день. Обычный день проснулся, сходил на стрим к себе, так сказать, постримил, то есть. Во сколько проснулся? Ну, в лучшем случае, вот, вообще прям хорошо в часик. Подскочил просто ни в свет ни в заря, так сказать. Вот, в худшем, ну, прям вот во время стрима, где-то минут за пять. Это пять часов вечера? Ну, где за пять, да. То есть пять часов вечера ты проснулся? Да. Сел за компьютер, начал стримить? Ну, постримил, потом... Ну, там, на самом деле, бывают разные сценарии. Возможно, я, типа, либо пойду к кому-то еще на стрим. То есть, ну, после меня, там, вот, бывает до моего стрима хожу к кому-то на стрим. Вот, это еще, там, плюс три часа где-то. Вот, потом ролик запишу на игровой канал. По чилю лягу спать. То есть, это... Не выходишь из дома, практически. Ну, это если такой скучный сценарий. То есть, если нет сегодня в планах записывать ролик, и не надо никому уйти, то есть, иду гулять, там, либо... Ну, либо же иду куда-то просто именно в жизни кому-то ролик снимать, либо себе на основной канал Ютуба. У тебя есть выходные дни? Вот отпуск? Нет. Я слышал про тебя, что ты ни разу не ездил так вот даже отдыхать. Да. Ну, я ездил один раз в Сочи, вот, за все это время. Ну, я там каждый день стримил. А вот так, чтобы отложить компьютер, расслабиться, книжку почитать, в театр сходить, кино посмотреть? Ну, я успеваю. Слушай, я успеваю в кинчик сгонять ночью, то есть, на вечерний сеанс, там, в 2 часа ночи, в час, в час 30. Какое кино любишь? Безрайца. Жанр не имеет значения. То есть, я могу, я могу, начиная с мелодрамы, заканчивая каким-то, там, жестким слэшером, посмотреть, и одинаково будет. Если крутой режиссер. Давай, несколько любимых фильмов Слава Бустера. Самый сложный вопрос, знаешь, это, типа, у тебя сразу с головы все вылетает, то есть... Ну, который ты пересматривал несколько раз, там, с удовольствием. Блин, вот... Слушай, ну, Остров проклятых прикольнее. Болг Солл-стрит. Да все, с Ди Каприо, если брать. Два очень крутых фильма. Интерстеллар неплохой. Хороший тоже фильм. А музыка? Ты недавно начал заниматься музыкой. Это что, это хобби, или это тоже какое-то направление, как, вы знаете, сейчас каждый тиктокер, его толкают в музыку. Чтобы он был в тиктоке, в музыке. Крепные тиктокеры. Не, слушай, просто для души, то есть у меня нет никакой цели, там, заработать на музыке. У меня вообще в этом плане, на это. Просто для души. Просто кайф. Первый трек с Сода Лавом. Он такой в грязном детройтском стиле. Я качаюсь постоянно, у меня синдром Торрент. Могу снять твою шалаву, как будто арендер. А потом ты выпустил песню «18». Мне как будто снова 18. Тяну тебе бойся 18. Это, что это, это прикол? Или ты... Слушай, не, просто я тебе сразу скажу, что, типа, дотронуть не особо мой жанр, знаешь, типа, ну, я, как бы, можно поржать, послушать, то есть разочек, типа. Но я, ну, прям, не могу сказать, что фанат, типа. Мне больше, знаешь, что-то нравится мелодичное. То есть ты хочешь уйти в поп-музыку? Ну, не в поп-музыку прям. Ну, по релизам дальше видно будет, то есть, что будет выходить. А как ты считаешь, ты умеешь петь? Сложно сказать, слушай, но я думаю, нет. Если речь идет, как бы оценила Лариса Гузеева, то нет. Лариса Долина. Либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе. Ты здесь, на чьей стороне? Ты вообще ни в одну ноту не попала, Ва? Бывает. Ну, извините, я шесть лет не училась. Очень неприятно, когда говорят, у меня первый курс такой поет, нужно учиться и так далее. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Но если человек хочет петь, так, как он хочет. Да пусть поет на кухне тогда, если он хочет петь. Но это неправильно. Это нечестно. Да? Да. Слушай, ну я сто процентов на стороне карнавал. То есть, знаешь, вот эта фраза, типа, если ты не умеешь петь, ты можешь петь, ну, типа, если у тебя нет образования музыкального, ты можешь петь только для своих, типа, на кухне. Ну, как-то так звучит, я не знаю. То есть, мы уже, наверное, не в то время живем, знаешь, что... Как-то это очень по-советски, типа, звучит. А как думаешь, общество вообще наше деградирует, если вот люди перестают, там, учиться петь, вообще учиться в университетах? Слушай, ну... Просто максимально тупой, провокационный контент заходит. То есть, твой контент, он явно не интеллектуальный. Это сто процентов. Слушай, ну, это, возможно, отчасти грустно, но большинство людей нравится смотреть, такой контент развлекательный, просто убивать свое время и так далее. Ты сам читаешь какие-нибудь книги? Да, каждый день. Что читаешь? Сейчас Лукьянька читаю. Ой, это Сергей Лукьянь, который «Начной дозор» написал. Да, но я не «Начной дозор» читаю. Я прочитал от него «Черновик» и «Лабиринт отражения» сейчас читаю. Старая книжка, фантастика прикольная. Я знаю, что ты и бизнес-литературу так любишь почитать иногда. Да, да, да. Например. Слушай, ну, я не могу сказать, что я прям много книг прочитал именно прям по бизнес-литературе. То есть, знаешь, больше каких-то эзотерических, наверное. Ну, типа, классика «Богатый папа, бедный папа», «Семь навыков высокоэффективных людей», «Самый богатый человек в Вавилоне». Вот такие, знаешь, типа. Я не могу сказать, знаешь, что это прям какая-то узконаправленная литература. Это, знаешь, больше такая какая-то фундаментальная прям. Ты чувствуешь у себя недостаток каких-нибудь знаний? То, что вот я чуть-чуть не дотягиваю, надо самообразовываться. Я не то, что, знаешь, типа, к чему-то тянусь, просто всегда ходишь в сознание новых. Ты боишься пауков? Да, я х**. Мы принесли себе настоящего тарантова. Обосрался, х**. Че напугал? Ты вон он подползает, не видишь? Да и все. Блядь, я ебал. Я зашуганный после этого эксайла, у*** сраного, блядь. Это не запикивать, а я у***. Да, я х**. Боюсь, я каленту листаю в Инстаграме. У меня телефон из рук падает, если там, у***, по лугу сраный. А есть какое-то правило успеха, например, в стримах? Ты понимаешь, за счет чего ты так стрельнул? Конкретного нет, сто процентов. Просто, знаешь, какой-то, наверное, уникальный образ. Я, наверное, стрельнул за счет х**. Знаешь, что, типа, начали в ТикТоке залетать мемы, там, когда я кричу, вот это все х**. То есть и так далее. То есть, знаешь, на широкую аудиторию. То есть, так получилось, знаешь, что вышел, типа, за рамки Твича и было везде там. И в ТикТоке. Начали почему-то паблики форсить сами. То есть, мемы выкладывали, все вот это дело. Почему людям так нравится Твуор? Ты анализировал? Это от того, что это ненормально? Я не знаю, просто, ну, мне сложно сказать, потому что для меня это нормально. То есть, я всегда так, ну, именно вот киберспортом, вот я всегда так занимался. То есть, я всегда орал, всегда послал шуточные фории. Давайте маленький кусочек сейчас покажем. Заплати ведьмаку чеканой монетой. У нас! Ну, это же просто жесть. Слушай, по-моему, красиво. Я не знаю, что вы показали. Для меня это, знаешь, 100% отдушина, типа, именно для меня. То есть, знаешь, то же самое, что поехать в лес и прокричаться. Знаешь, некоторые так говорят, типа, езжай в лес, там, покричи, станет легче. Вот, для меня это то же самое, я просто эмоции выпускаю. То есть, это прям заболел я так где-то. Вот это где-то лет, наверное, 15. То есть, как голосочек прорезался, знаешь. Раньше я как Вито орал. Просто люди боятся там даже громко говорить часто. Это такая закомплексованность. У тебя вообще нет комплексов. Нет, у меня есть комплексы, брат. Да ладно. Ну, только я не знаю, какие, но по-любому есть. У всех есть комплексы. Это, знаешь, какие-то загоны, 100%. Насколько вот для стримера важны остальные социальные сети? Кроме Твича. Слушай, ощущения, что для стримера прям, ну, для большинства стримеров вообще не важны. Ощущения, как будто их просто не могут забанить. То есть, это очень странно. Я, наоборот, стараюсь, знаешь, типа, я как бы стримлю на Твиче, но я даже, может сказать, чем больше акцент на Ютубе делаю. Потому что я понимаю, что на Ютубе шанс банс ловить, как бы, я не знаю, что нужно сделать. А как ты относишься в Твиче к так называемым русалкам? Насколько я понимаю, в Твиче нельзя быть обнаженным, даже без футболки нельзя быть без футболки. И девушки это обходят, прямо у себя в комнате ставят бассейн, бассейн, и, условно говоря, они не в нижнем белье, а в купальнике. Как в Инстаграме, знаешь, что нижнее белье нельзя, а в купальник это прилично. Там был, короче, стрим, по-моему, где девчонка поставила тазик. Тазик? Просто малюсенький тазик, который носки мочили. И она просто там что-то ползала, как устрица. Браком нагибалась. Давай чуть-чуть поменьше мата, пожалуйста. Ага, да, да, извини, я просто разошелся. Вот, и она там что-то ползала, и, ну, короче, вообще, ну, я не знаю, почему поржать, но какие-то жабы просто плавают в гар, типа. Ну, я, насколько понимаю, онлайн вообще сейчас упал, когда люди стали выходить на улицу. Слушай, ну, сейчас он как-то непонятно, то есть, вот сейчас опять у меня подрос онлайн. Все вообще не знают, как это работает. Сейчас, я так понимаю, знаешь, типа, уже на школу чуть-чуть себе подзабили. Ну, грубо говоря, учебный год к концу подходит, вот, и есть возможность смотреть стримы и так далее. Твоя девушка тоже ушла в стриминг? Да, да, да. Она работала на обычной работе, у нее есть образование высшее, насколько я знаю? Не, она учится. Она работала и училась одновременно, то есть, она на вечернем училась, а днем работала. Сейчас она продолжает учиться и стримит? И она тоже уже зарабатывает со стриминга? Да. Больше, чем она зарабатывала на той своей работе? Да, конечно. Какой у нее порядок сумм? То есть, больше, там, пол, больше миллиона рублей в месяц она делает? Нет. А у тебя какие самые крупные рекламные контракты? Джилет есть. HyperX. Ну, сервачок мой GTA. Ну, и все. А что у тебя за сервачок GTA? Это какой-то пассивный доход? Расскажи, как это работает. Ну, это просто сервер GTA, с которым я имею прибыль, грубо говоря, с того, сколько люди в него донатят. Вот и все. Объясни вот людям, далеким от киберспорта, что такое сервер в GTA. Ну, чтобы максимально понятно, GTA-шконер все знают или тоже объясняют, что за игра? GTA, это GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5. Да, да, ну, игра, где ты, грубо говоря, бегаешь в городе, там, какие, выполняешь миссии, катаешься на машинах, вот. Есть такой режим roleplay, это где ты общаешься с людьми, там, есть микрофоны, там, тысячу плюс человек на сервере, 1700. И все покупают машины, то есть, там, настоящие машины, прям, именно, брендовые. Устраиваются на работы, женятся, общаются, стреляются, там, банды, мафия. Короче, это roleplay, это real life, типа, понял, как а-ля, то есть, как симулятор жизни реальный. Вот, там очень большие онлайны. Расскажи про ваш сквад. Слушай, да я, я, как бы, вообще, я говорю, не привержен. Это, это похоже на лейбл, например? Не, я вообще не приверженец слову сквад, типа, у меня просто есть кинты, с которыми я общаюсь, все, то есть. То есть, у вас нет никакой, там, договоренности, что у вас какая-то тактика, вы ее придерживаетесь? У нас есть вот между своими пацанами, то есть, там, между основой, грубо говоря, с кем мы работаем, ну, делаем дела, вот. У нас есть с ними, типа, канат. А так, ну, просто в скваде много людей, то есть, я реально даже не со всеми общаюсь. А вот эти твои, там, сольные проекты, ты говоришь, команда, компьютерный клуб, еще что-то. Ты планируешь это делать один, как основатель, предприниматель, или ты берешь какого-то бизнес-партнера, какого-нибудь инвестора, кто в этом разбирается лучше? Слушай, я, честно, касаемо команды точно один я это делаю. Ну, мы, как бы, делаем это, получается, с моим другом, с кем у нас рекламное агентство. Вот, именно команду. Ну, инвестора не будет. А что за рекламное агентство? Это стример Альянс. То есть, они будут заниматься всей операционкой, всеми, там, организационными вопросами? Да, 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 я буду именно контентом, то есть, у вас уже конкретно есть контент-план, что мы там будем делать с организацией, и я буду именно контентом заниматься. То есть, ты будешь владельцем? Да. Сто процентным? Да. И креативным директором, а операционка будет заниматься вот это, твое агентство. Мне говорили, что ты заработал больше миллиона долларов за этот год. Миллион долларов – это миллионов семьдесят. Да, я понял, но я не читал это сейчас. Я же не рэпер, мне же не отчитать, типа, заработал миллион баксом, ну, мне, типа, ну, не знаю, да нормально заработал, с кайфом, бабки есть, могу себе кофейку взять. Тебя много копируют? Ну, вот, это не путь к успеху, я… То есть, копировать кого-то… Вообще, в любой сфере полная. Все хотят что-то новое видеть. Давай к твоим планам вернемся. Ты хочешь бизнесом каким-то традиционным занятым? Нет, киберспортивная команда я хочу сделать. Хочешь свою команду? Да, да, только не в таком формате в убыточном, как обычно делают все киберспортивные команды на данный момент в России. Что это значит убыточное? Слушай, ну, в России вообще, ну, вообще, типа, сейчас все киберспортивные команды, они все, знаешь, грубо говоря, на перспективу, мне так кажется. То, что когда-то это стрельнет. Когда-то, да, это выстрелит, знаешь, типа, вот, особенно СНГ-команды, это, конечно, провал. Да, Virtus.pro тоже? Есть. Ну, Virtus.pro молодцы. Ну, нет, я не про все, по-моему, я типа про Тир-2 команды, то есть, знаешь, Gambit, Na'Vi, Virtus.pro, вот, три команды, которые, я честно не знаю, что у них там по финансам, но более-менее все они нормально делают. Медийка странно занимается на самом деле, то есть, я бы совершенно по-другому делал контент. Возможно, просто упор не в это идет, но с другой стороны, то есть, это же деньги, это же спонсоры заходят именно на медийку. Пиар плохой. То есть, у них нет тиктоков, у них нет какой-то... Даже не в тиктоке делать, тикток полный вообще. То есть, типа, не, он круто, знаешь, типа, светит, типа, постоянно. Я больше стримил, то есть, знаешь, прям, типа, грубо говоря, был какой-то прайм-тайм, знаешь, чтобы кто-то из игроков обязательно из команды стримил в какой-то день, там, какое-то количество часов. То есть, больше выпускал развлекательных роликов, которые набирают, потому что душниловку, на самом деле, никому не интересно смотреть. Я, короче, собираюсь в чуть-чуть другой формат. То есть, ты собираешься делать таких полноценных звезд? Получится-получится, круто будет. То есть, то, что сейчас я проекты буду делать, там, связанные с командой и так далее, то есть, я буду стараться именно там зарабатывать. То есть, у меня, ну, в планах компьютерный клуб открыть тоже, прям, знаешь, такая маленькая мечта. Оффлайн. Галочку, да, поставить надо. Чтобы было такое место силы у тебя в Москве, да? Ну, да. То есть, офис, сотрудники, ресепшн. Да, своя випочка стримерская, чтобы я там стримил. Он такой, чисто логово Тони Старка. Инвестируешь деньги куда-нибудь свои? В акцию. Ну, я, короче, ну, я там... У тебя есть какой-то брокер свой, нет? Ну, у меня, я просто сам изучал, понял, типа, все, вот это, короче. Плохо изучал, конечно. Не, я там поднял даже чуть бабок, я поднял, когда вот, наверное, ну, короче, не помню, какой период, по-моему, осень, я поднял на фасли, это, который препараты, типа, вакцин от короны делали. На диванах поднял, ну, те, кто чарит за инвестиции, это, я не помню, как это называется, я знаю, как просто акция с этой расшифровкой сокращенной. Это BBBY, как-то так. Вот, на ней я поднял тоже нормально, она прям хорошо выстрелила. И еще на чем-то. Ну, вот сейчас я что-то, ну, неплохо подзалил в Apple. Ну, и просто Apple такая достаточно консервативная акция, то есть ты, как бы, ее сзади, значит, не взлетит, не упадет, то есть она либо падает медленно и потом растет медленно, либо... Ну, сейчас она в моменте, когда она падает. У тебя стратегия какая-то есть? Вот, там, куплю Теслу, например, или... Слушай, я просто сейчас, на самом деле, времени стратегии какие-то изучать. А в криптовалюту ты веришь? У тебя есть крипта? Нет, крипты нет, к сожалению, я уже задумываюсь. То есть биткоин ты еще не купил себе хотя бы один? Пока нет. Лучше свой месяц, больше 10 миллионов рублей, можем так сказать? Можно, можем. Больше 20? Больше 20? Нет, нет. То есть самый лучший твой месяц был между десяткой и двадцаткой миллионов рублей? Да. Ты почувствовал себя богатым человеком, я не знаю, тебе крышу. Ты просто вот производишь впечатление человеку, которому вообще все равно. Брат, мне купить вообще нет. Я не знаю, что можно купить вообще в этом мире. Дом, виллу, там, я не знаю. Это все надо вообще. Ну, дом я строю, сейчас буду там жить, все. Типа... Как ты себе представляешь вот свою жизнь, когда ты построишь дом? Ты туда заедешь, будешь там стримить до конца жизни, а потом что? У меня нет никаких материальных типа целей. Не знаю, типа, может это грустно, знаешь, как это звучит, но у меня нет там желания, там, типа, какого-то бешеного, что у меня глаза горят, там, хочется это или это, там, машину или дом. Ламборгини синий. Ламборгини прикольно, типа, ну, нет ламборгини, ну, ничего поделаешь. Вот, ну, как-то нет таких каких-то материальных целей. Есть просто вот именно в вопросах самореализации какие-то цели. Благотворительностью занимаешься? Отправлял деньги, да, ходил в хоспис к зрителям, ну, к зрителю. У парня, типа, ну, рак, вот он два раза, у него два раза был рак, два раза он вылечился, вот, и я к нему ходил, то есть, когда он еще, я так понял, типа, болел, но уже, типа, уже все, к концу, типа, излечился практически, вот. Написали просто с благотворительного фонда, я сходил, но никак не освещал это особо, вот. К чему? Подумаю, типа, ну, специально, знаешь, типа, как вот. Я на стриме просто сказал ситуацию, что, конечно, грустно, так посмотришь на все это, и понимаешь, что ламборгини тебе счастья в жизни мало даст, конечно, если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем. А мотивации какие-то есть? У меня? Нематериальные. У меня? Да. У меня материальных мотиваций, наоборот, нет. Материальных нет, это я понял. А не материальные какие мотивации? Да, есть, конечно, брат, то есть, ну, расти в своей сфере, то есть, я очень хочу, я, я тысячу раз это говорил, мне, п***, я, когда я буду говорить, это еще первый раз, я хочу, чтобы киберспорт, и потом, ну, знак равно, и бустер, я хочу прям быть головкой киберспорта. Я, когда готовился, разговаривал с твоими поклонниками, кто смотрит тебя полтора года уже, вот, и они говорят, что ты часто загораешься какой-то идеей, а потом ничего не делаешь. Бывает такое, да. Мне кажется, это у людей вообще часто встречается. Ты считаешь, что это такое черта поколения, вот, черта зуммеров? Слушай, ну, я, как бы, сейчас, ну, работаю над собой, знаешь, обычно, ну, сейчас я стараюсь, как бы, если что-то говорю, как бы, делать это, ну, не касаемо обещаний какому-то человеку, а касаемо просто, знаешь, контента, вот, стараюсь делать, то есть, ну, вообще, да, были моменты, то есть, когда там какие-то планировал стримы, ну, не делал их там и так далее. Вредные привычки у тебя есть? Слушай, ну, покурю кальянчики там, не пьешь, я знаю, что ты не пьешь, а не пьешь и по состоянию здоровья? Ну, и по состоянию здоровья, значит, просто какой-то необходимости нет, то есть, знаешь, я, на самом деле, уверен, что необходимости в кальянах нет, но это, знаешь, какая-то, типа, к сожалению, привычка, которая, знаешь, как-то расслабится, типа, упасть, покурить кальянчик и все. Ты говорил, что если будет какое-то очень важное событие, то ты выпьешь. Да, если будет что-то вообще разрывное. Что это? Свадьба с Катюхой? Нет, должно быть что-то важнее. О, а свадьба планируется? Типа, планируется, то есть, всему свое время. Ты думал о том, что у тебя будут дети? Ну, предполагал, так сказать, могут из кейса выпить, нож, так сказать. Ну, да. А, Ника, вот ты разрешишь им так же учиться на двойке, играть в компьютер и становиться стримерами? Нет же никакой гарантии, что они тоже станут такими успешными, как ты? Вообще, вообще никакой гарантии. Слушай, я вообще никому не советую учиться на двойке. Мне кажется, это хуйня. Как минимум, потому что это очень нервы сильно родителям трепет. И, к сожалению, ты очень плохо понимаешь, когда ты учишься как раз в этом моменте на двойке. Только потом задумываешься об этом. Поэтому учитесь нормально, пацаны. Хотя бы в школе. Слав, ты чувствуешь какую-нибудь ответственность перед твоей огромной аудиторией, которую ты формируешь? Которая приходит домой, слушает твои крики, слава бэброу, пенисы. Слава бэброу, а? Это такой очень сложный вопрос. Ну, если честно, грубо говоря, чувствую я какую-то вину за то, что я ругаюсь матом. Нет, я не чувствую никакую вину. Типа, так же, как и перед мамой и так далее. Ну, мне нравится так говорить. Знаешь, грубо говоря, и узнают они это не от меня, увидят другого ютубера, услышат во дворе и так далее. Ну, просто для меня мат – это что-то нормальное, типа неотъемлемая часть русского языка. Как ты думаешь, это хороший пример вот для молодых людей? Сейчас Мурген Стерна все критикуют. Ну, давай так. Да, если, грубо говоря, если посмотрит какой-то старичок и скажет, типа, что матершинник, ну, тогда, типа, для него и как бы с его стороны я, конечно, плохой пример. Вот, ну, мне кажется, я какие-то умные вещи тоже стараюсь на стримах толкать, там, касаемо ценностей и так далее, семейных, любви и прочих моментов. Ты ей всегда говоришь «берегите мать». Да, извините мать. Слав, нас много смотрят молодых людей. Дай какой-нибудь совет, что делать, чтобы быть успешным в стриминге. Я думаю, не зажиматься просто, как бы, и мне кажется, знаешь, ну, я не могу дать какие-то гарантии, что именно ты там станешь успешным, станешь успешным. Просто попробовать себя поработать там и так далее. Ну, ложиться прям конкретно. Именно не бабками, а усилиями. Спасибо, Слав, за интервью. Было приятно. Слав, за интервью. Пока-пока. Слав, за интервью. Слав, за интервью.